всем привет я герасимов александр тренер нлп продюсер радио нлп и у нас сегодня в гостях гость с большой буквы ричард конор человек один из тех кто привез нлп в россию вместе со своей супругой оксану привет здравствуйте очень приятно очень приятно здесь очень необычном месте встретим вас здесь проект радио нлп достаточно уже долго находится на рынке нлп интернете и вы действительно очень почетный гость вы те кто стоял у истоков нлп именно россии расскажите пожалуйста про ваш путь в нлп и как нлп в том числе и благодаря вам оказалось россии здесь 1909 году я был в гости у джона гриндера он мой первый учитель и мы просто сидели это воскресенье утром было он пил кофе читал письма когда не было интернет и настоящие письма и было письмо из россии из новосибирска и три психолога просили учиться у джона но они объяснили что рубль это не валюта то есть они могут аэрофлотом доехать это сан-франциско но все тогда на этом по деньгам останавливается и они просили учиться мой прадедушка прабабушка из беларуса и я всегда ну это мой корней я всегда хотел конечно это чувствовать россию это в крови я сказал джону если вы согласитесь а мы на тебе разговариваем я с глубоким уважением к нему то я найду место где все вот эти люди могут жить саша арсеньев дожил нас и и они если бесплатно ты возьмешь он согласился они приехали инесса да и алексей сидник и сидникова я понял алексей это такой прикольный парень он все в электронике он он и даже не ходил на семинар каждый день он это набрал такой огромную кучу электроников в основном это было очень интересно для меня познакомиться с александр марсеньевым это открыл мои глаза я начал понять что мы все люди пропаганда пропаганды на люди это люди тогда 90 году они пригласили джону новосибирск в москву и он согласился он меня пригласил и команду тренеров и в июле в конца июля в 90-м году в москве он провел двухнедельный по моему тренинг по нлп которыми я участвовал но конца я просто ушел из цены в ориторию и там я тогда меня пригласили в новосибирск я там преподавал тогда меня пригласили там и жить и преподавать тогда если вы помните не было иностранцев это в новосибирске по крайней мере не связаны с бизнесом или русский тогда я когда приехал я не знал это ужасно 10 лет я работал с переводчиком и тогда это мне но я хорошо подготовил ее она блестящая работала но тогда она вышла замуж я старался три раза подготовить нового человека не мог постоянно ей поправил объяснил наконец если ты лучше знаешь почему ты сам и в алмате 2000 году первый раз я я преподавал я давал на русском и это было тяжело мне слов много жестов но при этом люди поняли и не только поняли они поняли что они могут это понять и делать потому что они видели что я не какой-то это необычный гений которые это все знают и все понимают я тоже старался это это понять как это объяснить почему-то они чувствуют себя более умный они лучше учились и это и с этой поры я я стараюсь попроще все объяснить без если возможно без жаргонов я ученый но если ты не можешь что-то объяснить просто ты просто не объясняет и не понимаешь это я помню ведь однажды мы с робертом дилтсом за ужином у ричарда был такой разговор про 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 то как объяснить нлп проще и тогда дошли до вот этой точки и ричард говорит когда я просто объяснил люди чувствуют себя умными когда я просто объяснил я сам чувствую себя умным языка в исполнении ну и с этих пор я я даю на русском как могу и удивительно меня что люди это понимаю но это я я готов это делать то что угодно чтобы люди поняли и идею если это неординарные не обычные это не мешает мне главное чтобы я мог это объяснить нлп если в двух словах это моделирование совершенства то есть умение взять гениальность другого человека и например и передать дальше а какие вот модели наиболее вас восхитили вообще джон гриндер он мой первый учител он он был как как отец это он он видел во мне это это то что было положительно хорошее достойное и он реагировал на то есть когда я был с ним я чувствовал себя более достойно более способны и конечно ты хочешь быть таким человеком и это тоже это подкреплял и и я ищу это слово и как бы это это было как солнце вода и и почва чтобы это я мог тогда больше реализовать вот эту сторону себя и за это я всегда буду ему очень глубоко благодарен ну может быть не менее важно он показал меня пример о том как жить он очень разнообразный человек когда я познакомился я это как тренер на сцене и он безупречно дают я это не нашел лучший пример как тренер на сцене ну он тоже спортсмен у него есть очень красивый кон он катается как-то вверх нам и тоже он он любит музыку это у него есть группа это в основном это африканские музыканты с которыми он познакомился за африки но он играет на барабанном и это он тоже он 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 очень любит просто сидит и и думать и и можете сами просто это это сосредоточиться на что-то внутри но когда он вот этими разными занимательными занятиями он занимается он 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 сам меняется то есть его физиология меняется его речь меняется это он когда они играют разные роли он настолько дает себе в эту роль что наконец я должен был спросить и и и вот это как он это объяснил но естественно это глубоко влияет на на меня у меня тоже много разных интересов и ролей также и это третий момент я бы хотел чёртнуть он умудрился заниматься чем он любил чаще всего я я никогда не видел такой пример мои родители работали трудились чтобы может быть на выходных чуть-чуть это это смотреть телевизор или что или две недели оттокнуть они просто работали и не знали как радуется как 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 заниматься чем чем ты любишь или хотя бы любить чем ты занимаешься это они не знали как и когда я видел как джон живет я что-то во мне просто как будто открылась и я я думал я человек он человек если он может почему я не могу и это как бы на заднем фоне всегда это была моя цель с этой пор на заднем фоне потому что я разные вещи смотрю но всегда я стремлюсь ну как заниматься чем я люблю и и это с времени это это получается потихоньку но всегда это есть вещи которые мы не любим но это нам выгодно делать и это другой вопрос как мы можем это делать как соединить ну да и и и даже радоваться этом может быть это поменьше мере заинтересоваться потому что если нам выгодно и мы смотрим на 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 цель мы смотрим на результат то процесс сюда мы потерпим потому что это ведет нам куда мы хотим но это одно из можно сказать определение миссии предназначения любить то чем занимаешься заниматься то чем любишь чтобы это еще и приносила деньги и признание других людей а как вы видите миссию что такое миссия предназначение в ее вот таком классическом смысле а наверное миссия это это слово это номерализация это это больше всего наверное это вызовет замешательство очень как любовь примерно ну да я был я думал много про любовь я могу это более-менее для себе определить но миссию я не знаю есть официальный это официальный смысл особенно но если читаем кемпбелл и путешествие героя это и все и миссия это это смысл твоей жизни чему ты стремишься это и прочим но когда я это это когда мы с оксаной мы даем путешествие героя и прочее и человек слышит что он должен ответить на свой зов и он спрашивает но это это зов это зов это зов это такой или может быть такое это больше одного есть или а я не знаю можно каждый понять по-своему для себя могу сказать что я я всегда хотел жить радостным я всегда хотел получить в чем я нуждаюсь на как любой другой организм наверно и и и я обнаружил я как будто получил свое образование на на улице скажем так я обнаружил что когда я я нарушил это свой принцип или или свой морал или свою мораль а а мне плохо было мне плохо стало и я хотел чувствовать хорошо поэтому я я начал разбираться какие мои принципы моралы и какие чужие или просто не не мои от родителей получаем от культуры от школы и от сверстников телевизор и прочее и я я выяснил тем что я мысленно я я не понял сначала что можно мысленно проверить я сначала я нарушил потом понял что можно мысленно это репетировать и и тогда понять это моё или не моё если я мог нарушить допустим я курил травку мне плохо не стало поэтому это не мой принцип и нарушает этот принцип это я не я я не подвёл себя а если я причинил боль кому-то мне плохо стало и поэтому я понял что это не выгодно это обманывает мне не выгодно это причине боль мне не выгодно это быть жестокими или несправедливым потому что у меня плохо из-за этого я хочу хорошо себя чувствовать и и может быть другой компонент или может не знаю может быть это по крайней мере связано я хочу жить со смыслом со смыслом но мои когда я был подростком я просто хотел найти удовольствие и как угодно это я хотел исследовать полностью все источники удовольствия и конце концов я нарушил что хотя это прекрасно это мало может быть скажем так это даже необходимо но это недостаточно и тогда я начал чувствовать что не знаю это интуитивно понять что а я должен найти какой-то смысл моей жизни иначе нет какой смысл жизни я я и вот я стараюсь наверное вернуться к вопросу про миссию это наверное это было бы слишком поверхностно сказать что поверхностно сказать что а я просто хотел удовольствия это не миссия но когда я хотел жить со смыслом когда я хотел чувствовать что это не просто случайно когда я начал представить что я накануне смерти и смотрю назад на мою жизнь и начал ценить что важно что не важно это было деньги или это мне похвалили или это квартира или это отношение но это отношение мне казалось более важно и поэтому я я начал я начал смотреть на отношения и и меня около 30 тогда было и тогда я я начал познакомиться с самим собой я случайно нашел одаренного психотерапевта и он спас меня я заинтересовался начал после этого изучать нлп тогда познакомился с брендером но моя миссия по моему может быть это слишком грандиозно но к чему я стремлюсь по крайней мере это жить смысленно и это для меня для меня лично это значит что я должен кто-то вкладывать в сообщество я не могу просто это о себе про себя думать это потому что мне это это недостаточно я опять же я я ориентируюсь на на вот это ощущение внутри как я ориентировался когда я искал свои принципы морали когда вот здесь хорошо я себя чувствую то это значит теплее как в игру теплее холоднее и гарчо и это это наверное тогда можно сказать если не смешно что моя миссия это это жить по этому ощущению или или что это как путеводная звезда или что-то который внутри помогает мне это ориентироваться и это было по моему не честно сказать что моя миссия это помогать людям моя миссия это помогать себе я я я не эмигрировал в россию чтобы спасать россию я эмигрировал в россию чтобы спасать себя и и здесь нашел свое место потому что я был нужен и и наверно это то что я стараюсь объяснить если если мы нужны то смысл есть если никому не нужны то деньги не поможет мне не помогут как найти миссию наверно это тебя найдет если это миссия миссия это не то что я могу придумать и сказать сейчас моя миссия это спасать детей в африке или что-то который несомненно это хорошая идея но если моя миссия это я даже не назвал миссия и до сих пор могу но мой путь нашел меня я старался я я проверил все все возможные пути и когда в конце концов остался только мой но я знал это мой потому что я я проверил сначала сначала в жизни и потом когда мудре я мысленно начал проверить никто не объяснил сначала что с тем же успеха можно мысленно проверить это просто поэтому пришлось живую себя перепробовать да 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 и вы сказали что у вас есть тренинг путь героя до путешествие героя до расскажите о своих на чем вы специализируетесь в чем какие у вас есть мероприятия какие есть тренинги и что вы там даете для меня это как поток просто продолжается оксана самом деле педагог у нее это образование педагогическое ну физик физическое математическое сначала и тогда экономическое но и конце концов психолог педагог она она знает как это объяснить она знает что мы даем она это директор нашей фирмы скажем так хотя она наверное отрицает так какие у нас есть программа мое молчание интерпретировал как нечто подозрительное конечно мы даем все что связано основное наше направление чем мы владеем ричард в этом в этом направлении мой мой учитель и когда я пришла мне было 30 лет когда я пришла сначала к нему на первый тренинг чтобы решить свою проблему в своей жизни далее я заинтересовалась тем как он работает с людьми и мы как решили и начала вот это все изучали сейчас что мы преподаем это разные программы на основании нлп риксоновского гипноза метафора конечно же тембл путешествие героя генеративный коучинг генеративный транс и семейный подход как стратегический подход хели так и структурный подход на мухину и любые названия которые можно придумать на этом основании хоть стратегии успеха хоть и нлп практик и мастер искусство коммуникации лидерство харизма фокусы языка вот говорили что семейная терапия это ваша основная специализация я услышал о вас именно сначала именно вот под этим углом это но по крайней мере когда я работаю с клиентами в частной практике я я всегда имею ввиду семью потому что влияет чаще всего больше чем любой другой это источник и при этом хотя много раз я старался это очень трудно это учить потому что теория это это мало надо если хочешь играть на на фортепиано надо шуметь на гаммами заниматься и и много-много часов они должны работать со семьями это трудно найти но мы это один раз в томске это конца прошлого века при университете там и один раз бердске после этого и не несколько лет мы открыли институт семейной психологии и подготовили молодых специалистов чтобы работать со всеми у нас было одностороннее зеркало чтобы молодой специалист работается семья я за зеркалом меня не видать потому что если я в комнате это все внимание на меня и он не может но мы были через компьютер на связи чтобы я мог это но поддерживать больше всего и ну это это было полезно и и хорошие это специалисты это это мы были после этого несколько хороших специалистов но я не мог это деньги зарабатывать это много расходов и мало мало денег поэтому после этого я закрыл это мероприятие или это конторы и и мы начали это на семинарах на тренингах давать и мы мы играли роли это членов семьи чтобы это ученики могли даже играть но упражняться и в этом есть какой-то смысл но это намного легче это подготовить специалистов чтобы работать с одним человеком намного легче это меньше требуется специалистов и легче это это упражняться при этом я убеждён что семейный подход структурный подход это семейный подход системный подход это это самый эффективный способ помочь это потому что обычно источник проблемы это не в человеке система да это системное взаимоотношение поэтому в частной практике я семейный психолог даже если с одним человеком работаю но когда мы даем больше всего наверное я то что я могу на семинаре делать на тренинге это помочь человеку это познакомиться с самим собой и это в любом случае нужно это и и не только познакомиться а сотрудничать чтобы целостно жить чтобы чтобы это открыть больше и больше своего потенциала и и это то что реалистично делать на на тренинге подготовить специалисты работать с семьями это намного сложнее но мечтаю конце концов может быть откроем еще сухуми такой факультет есть есть интерес и это 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 интересно и достойно какой секрет семейных идеальных семейных отношений за одну минуту пожалуйста и в трех словах да я понятия не имею секрет семейных отношений мы стараемся сами понять ну это банально наверное если я отвечу доброта то есть если если мы можем с добротой относится друг друга тогда мы 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 можем решить любую проблему а когда мы мы когда мы забываем что есть маленький ребенок в этом человеке который нуждается в поддержке ну и и просто одобрение и прочее и это мы забываем потому что это наш маленький ребенок тогда это нуждается и и ребенок не видит потребности другого человека только взрослый человек может и поэтому банально сказать что если мы можем хотя бы иногда играть взрослую роль видит нашего партнера видит ребенка но девочку и мальчика в ней в нему то а мы мы можем тогда жить ближе и ближе это при этом это почти невозможно это избавиться от от привычек от паттернов из прошла они мешают мои родители не знали как жить друг с другом они они разошлись Её родители не знали, как жить в другом, они разошлись. Мои родители не знали, они разошлись. Да, и даже когда родители не разошлись, они не знали, как видеть в другом, как поддерживать в другом. И мы неизбежно повторяем вот эти привычки, потому что они внутри нас, и эти примеры внутри нас. Наши модели. Да, и изразить, и видеть человека, с которым ты живёшь, свежими глазами, это не твой папа, это не твоя мама, это не другого человека из прошлого, это совершенно, это единственный человек в своём роде. И это не объясняю очень хорошо, это, наверное, потому что мало понимаю, но, по крайней мере, когда мы, это, мы с Оксаной стараемся ответить на вопрос, конечно, это и много лет, и целоустремлённо. И своим поведением. Много мы ссоримся, но даже глубже, чем любое недопонимание или обида, или что, мы в самом деле нравимся друг другу, мы любим друг друга. И почему, наверное, потому что мы, мы хотя бы достаточно могли видеть друг друга и передать, что мы, мы принимаем, мы одобряем. Мы достаточно получили друг от друга того, чем мы занимались, нуждались. И поэтому есть надежда глубоко, что с этим человеком я могу жить и улучшить отношения. А другой пример, это моя бывшая жена, мы хорошо жили, не ссорились, десять лет мы жили благополучно. Но, когда была неприятная тема, мы не могли это обсудить, потому что, как будто, ну, неуместно ссориться и даже не согласиться. Поэтому мы просто, как бы, это, убрали это и что-то по-другому обсудили. Но, в конце концов, через десять лет сидим в одной квартире, как соседи, и нечего обсудить. Все вытеснили. Да, ну, с уважением и с добротой, но нет любви. И мне, ну, тогда, когда мы встретились, мне было пятьдесят семь, по-моему, и я думал, что вот эта любовь, романтика, близость, страсть и прочее, это все в прошлом. Я думал, да, лучше это сосредоточиться на другую сферу. Но, когда мы познакомились, вот это все просто, это, это, это было так интенсивно и так глубоко. Мы, мы поняли, что есть что-то здесь. И тогда мы начали это взрослеть, чтобы это, наши прошлые, это, примеры не все испортили. Они мешают, но, наверное, это мы победим. По крайней мере, я, я, наверное, это моя миссия, это взрослеть. И сколько тебе лет сейчас, можно сказать, в эфир? Семьдесят три, но я, я, я думаю, что процесс пошел. Спасибо, Ричард, за твои ответы, очень интересные. Расскажите о планах на двадцать третий год. В следующем году что планируете делать? Планы на двадцать третий год. А, целый год? Я не знаю. Но мне очень интересно узнать, это по Эриксону ответ. Будем работать, работать. Мы, мы, мы будем здесь работать, в Абхазии разные, будут тренинги, онлайн будут, у нас проекты с Робертом Дилтсом. Плюс, мы купили землю, мы, мы дом, это, это, улучшаем. Ремонтируем. Ремонтируем. И, и это огромный сад, это, ну, это семьдесят один гектар. А, не знаю, нет. Садик. Садик. И, и, и. Гектар тоже не много, семьдесят один, слушай, надо? Точка семь гектаров. И, 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 так интересно, это, и, и, это, какое-то удовлетворение это принесет, когда работаешь там. Я много хочу это улучшить. В конце концов, наша мечта, это, там строить какой-то оздоровительный центр. И, и, и будут все, все параметры это. И, и, и люди могут тогда на неделю, на две, приехать и восстановиться. И я думаю, и будет, конечно, терапия, и будет вода, горячие источники, и будут разные травки здесь местные, которые помогают им. Будет костер, по вечерам, музыка хорошая, еда, йога. Все, что необходимо, чтобы человек мог восстановиться, и здоровье это процесс, это не вещь, конечно, но чтобы процесс пошел, и тогда он мог это подкреплять и улучшить. В следующем году? Нет, это, наверное, через 10 лет, но в следующем году я буду это нисколько часов туда это сделать. Огромное спасибо вам за интервью. Это было приятно разговаривать и даже познакомиться. Я надеюсь, это начало. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Ричард. Спасибо. Спасибо. Спасибо нашим зрителям.